приветствую всех любителей умных игр тайны расследования интриги меня на канале сегодня мы поговорим о том как 6 цива за нами следит в общем несколько недель назад зашел я на страницу 6 цивы в стиме и обратил внимание что внезапно недавние обзоры стали резко отрицательными но тут вообще обзоры по сравнению с 5 цивы не очень высокие были но как минимум выше 70 процентов там под 75 подбиралась а вот недавние то есть за последний месяц внезапно вообще меньше 40 и как видите 38 процентов вроде бы патчи выходят игра улучшается она действительно сейчас намного лучше чем в момент релиза а тогда тоже были негативные отзывы но не такие сильные пошел я читать в чем же дело и оказывается тукей изменила свою и ю л и это пользовательское соглашение то бишь разработчики издатели чтобы себя обезопасить от каких-нибудь судебных исков описывают на много страниц что вы можете делать со своим продуктом что они могут делать и так далее и так далее и вот в новой редакции пользовательского соглашения которое появилось 8 мая народ естественно эти просто не не читает но несколько внимательных нашлось вот что написано информацию которую мы собираем включаете персональную информацию как ваше имя и фамилия ваш email адрес номер телефона фото почтовый адрес ваше месторасположение информация платежах кроме того ваш возраст пол дата рождения почтовый индекс ну в общем и так далее ладно это вот написано все-таки это обзор на в стиме может быть знаете чувак может все что угодно написать давайте собственно к самому соглашению перейдем чтобы вы видели я нахожусь на сайте тукей аккаунт вы сами можете это поискать privacy policy my it's 2018 года и так все то же самое какую персональную информацию можем собирать вот типы персональной информации ну собственно все что я вам сейчас зачитывал имя и фамилия почтовый адрес вот эта фигня причем интересно что дальше есть такой абзац на который тукей пытается сослаться какую геймплейную информацию компания собирает и тут написано компания не получает вашу персональную информацию как имя и адрес но дело в том что тут написано типа она не получает а здесь имеет право то есть вы соглашаясь на это пользовательское соглашение извините за тавтологию соглашаетесь с тем что тукей имеет право собирать вот эту информацию которую которую здесь перечислено еще раз обращу внимание это началось 8 мая но казалось бы одно дело писать о том что они хотят собирать кстати мне многие люди об этом написали вот например михаил новицкий кинул в предлагаемые новости но дальше народ выяснил как это делается шпионская программное обеспечение под названием red shell в общем то и собирает ту информацию которую сначала тукей заставила согласиться нас собирать на реддите вот сообществе посвященный стиму собирают инфу обо всех играх где этот red shell установлен я в названии к этому видео отсылаю к шестой циви но на самом деле игр много во первых это конечно же это не к феракси с претензией поймите а к тукей то есть компании издателю во всех играх тукей это приложение шпионская red shell имеется например kerbal space program я знаю что тоже у меня много среди зрителей поклонников этой игры и вот здесь на реддите собирают список игр во первых где этот red shell был найден но по обращению общественности удален например бесезда тоже была замечена за размещением шпионского программного обеспечения но удалила из своих игр тем не менее куча игр где решил все есть еще есть и вот во главе списка шестая цива например но обращу внимание что 5 цивы нету видимо решили что в старые игры нету смысла запихивать ну и чтобы не быть голословным я нашел где этот red shell находится вот папка шестой цивы у меня в стиме идем подальше папка base binaris win64 steam и вот он пожалуйста red shell программка 700 килобайт и кстати я вспомнил что где-то в середине мая внезапно стим у меня кучу игр обновил очень быстро ну вот как видите у меня много игр установлено потому что надо обзоры делать гайды какие-то делать и в середине мая реально каждый день там по 15 игр обновлялось но очень быстро я думал и так как никаких патч ноутов нету я думал что это steam какие-то изменения у себя в алгоритмах произвел ему надо слегка обновить игры чтобы лучше с ними коммуницировать нет оказывается это вот те игры в которых есть red shell они себе его устанавливали 700 килобайт с нынешними скоростями скачивается очень быстро и теперь начали следить за мной кстати на форуме шестой цивилизации собственно и задали этот вопрос про red shell и шпионское оборудование и один из модераторов который связан с разработчиками ответил то есть как минимум разработчики знают о том что red shell вставлена в игру он как бы пытается ну он не оправдывает никого он пытается сказать о том что это программа собирает анонимные информацию о вас типа ну как она может быть анонимно если например там мой адрес и мое имя и фамилия с компьютера взята да как как в каком месте она на типа мы анонимно мы знаем что вас зовут алексей халецкий но вы для нас аноним да типа такого что то и тут он пишет что это собирается для связи маркетинга с и с людьми которые играют в игры то есть не разработчики чтобы лучше делали свои игровые механики чтобы маркетинг лучше нам продавал эти игры так я вообще двумя руками за то чтобы эта программа за мной не шпионил я не хочу чтобы не лучше втюхивали говно я хочу чтобы из говна делали игру лучше то есть когда разработчики собирают инфу в игре там по для того чтобы сделать патч к игре это нормально это так и надо делать то есть треку и там на каком ходу что построена какая стратегия сейчас ведет к быстрому выгружу чтобы ее ослабить наоборот это нормально а когда начинают собирать персональную информацию так зачем зачем мне ее вам отдавать какой мне от этого профит в некотором смысле у red shell есть даже свой сайт и тут размещена ответы на часто задаваемые вопросы геймерам геймеров тут вот например собирает ли red shell мою персональную информацию нет red shell только трекает ваши девайсы то есть собирает информацию базовую информацию о вашем компьютере ну я понимаю что типа информация моем компьютере это не моя персональная информация но компьютер то мой какого фига например это не считается персональной информацией то куда я захожу и что я делаю типа и перс ну ладно даже пускай типа они это не считают но дело в том что мы только можем на слово поверить этим ребятам правильно то есть пока никто не разобрал эту программку и конкретно что она собирает неизвестно все-таки вернемся к пользователем скому соглашению от туки которая говорит нам конкретно что она может собирать реально всю персональную информацию о нас я понимаю что вот сейчас смотря и слушая это видео некоторые из вас могут сказать ну и что тут такого google собирает она с персональную информацию facebook собирать им персональную информацию даже браузер для того чтобы зайти на какой-либо сайт он сразу посылает инфу о разрешении там вашего экрана каким в каком вы операционной системе находитесь и так далее да я с вами абсолютно согласен но во первых если мы говорим про браузер то это чисто техническая инфа которая требуется для нормального отображения сайтов куда вы переходите куки тоже может считать что они собирают персональную информацию но вы в принципе можете все это подключать пользоваться режимом инкогнито в том же хроме или вообще тор себе установите полностью быть невидимым во вторых фейсбук и гугл я тоже с вами полностью в этом вопросе согласен и это отдельная тема вообще для обсуждения правильно ли то какую они информацию собирают но это делается во первых в бесплатных продуктах мягко говоря вы как бы меняете свою приватность на возможность пользоваться теми инструментами которые вам предоставляют эти компании apple тоже естественное просто что так на фейсбук и на гугл сделал акцент а во вторых это для опять же для нашего удобства я например нигде не у себя в фейсбуке не в моих их других приложениях не блокирую не отключаю рекламу меня устраивает что по моим интересам эти сайты пытаются мне что-то втюхать до продать но это мой выбор я считаю это нормально другое дело что вот есть еще скандал с фейсбук что эти персональные данные уплыли в сеть это другой вопрос в данном же случае во первых мы платим деньги за эти игры и не слабые деньги вот часть кстати происходит распродажа летние в стиме немножко цена на шестую циву упала на 70 процентов так что спешите покупать но вообще на 2000 рублей стоит да люк создание 2600 это не маленькие деньги а для зарубежных игроков больше 50 долларов то есть я плачу деньги а за это за мои же деньги за мной еще и начинают шпионить кроме того мне непонятно каким образом вот эта собранная информация вот эта информация поможет сделать продукт лучше нафига создателям пошаговых стратегий знать мое имя и фамилию мой email адрес мой номер телефона мое расположение информацию платежах и так далее я вам объясню для чего это делается для того чтобы эту информацию потом продать естественно информация конкретно обо мне никому нафиг не нужна как и конкретно о вас а вот массив информации собранной о конкретной группе людей например о людях которые любят пошаговые стратегии 4x стратегии люди которые любят циву это уже полезная информация за которую вполне могут заплатить деньги именно поэтому как видите столько негативных отзывов именно поэтому сейчас народ призывает вообще an install игр делать но я честно говоря не считаю правильным бороться с игрой вот таким образом точнее бороться с тем что туда добавили шпионское программное обеспечение то есть вы это как было с divine divinity 2 original sin да когда не было русского языка игре и игре стали ставить минусы хотя игра то отличную то же самое касается 6 цивы игра то хуже не стало от этого хотя кстати возможно что люди жалуются на частые вылеты из 6 цивы после последних каких-то патча явно вот red shell недавно сюда внедрили возможно это влияет на производительность но сама та игра сама по себе хуже не стала тем не менее общественный резонанс велик и я надеюсь это как-то повлияет на издателей и это тот случай как ни странно когда я могу начать призывать не платить за игру а действительно пиратским пользоваться продуктом потому что извините заплатить 50 долларов а потом и тебе еще информацию начинают собирать это тем более это еще и было изменено в тот момент когда игра мной не покупалась то есть я купил до изменения вот этого пользовательского соглашения это конечно мягко говоря просто издатели садятся на голову игрокам это изменение законов задним числом что же делать ну просто вот red shell вот так удалить из игры не получится просто потому что steam его заново подкачает проверив кэш тем более что вот ну в шестой циве конкретно видно где он а во многих играх он запрятан то есть вы не сможете вот этот red shell dll найти он каким под каким-то другим именем и в других каких-то местах и другого размера файл находит то есть не во всех играх его даже можно отыскать поэтому я предлагаю заблокировать сервер из которых игра получает инфу что для этого надо сделать открываете блокнот и идете по адресу там где вас расположен windows установлено вот на диске c windows дальше папка system 32 drivers и цитара вот по такому адресу идете здесь находите файл hosts открываете его и вставляете сюда вот эти адреса которые по которым программа обращается чтобы отправить всю инфу собранную вас вставляете сюда и сохраняете но к большому сожалению я думаю что это временное решение проблемы просто потому что программа они разработчики программы могут постоянно эти серверы менять и обновлять туда длл q в вашей игре и это знаете как постоянно лазить и менять серверы так себе занятия я надеюсь что вот этот общественный резонанс как-то повлияет на создателей на издатели и так далее но я откровенно вот сейчас это просто знаете какое-то издевательство по моему мнению вот пример когда собираемая а вас информация действительно классная вот steam собирает всю вашу информацию о вас действительно и тут много всего интересного можно увидеть например профили о которых на которые вы стучали в стиме вот эти профили обычно я сообщаю о тех людях которые в группе у меня либо удаляли кучу сообщений либо наоборот создавали кучу вот бер делал спам событиями в этой группе вот тут тоже делал спам событиями такое бывает вот здесь оскорблял то есть я прошу всех участников группы на них жаловаться и отправляю репорты вот как вариант да интересная такая штука можно посмотреть на кого я жаловался или например все файлы которые у меня в steam cloud сохранены не знаю продажут со второго из кома 74 файла даже без понятия был что-то что-то сохраняется куда-то но это интересно это все можно посмотреть даже зачем-то полный лог всех чатов сохраняется эта информация которая собирается для работы самого стима это не ваша персональная информация но steam сделал удобно для того чтобы это все было видно и собрал в таком месте где вы можете посмотреть более того например есть отдельная вкладка статистика данные об оборудовании программного обеспечения пользователя казалось бы вот вот тут он собирает даже данные но нифига это на самом деле проходит вся информация и запросов берется то есть вас спрашивают какая у вас видеокарта как и какая у вас система киос процессоры и только таким образом собирается информация а то есть вас спрашивают сначала вы отвечаете на вопросы это собирается в статистику вы сами ручную посылаете инфу о вашей системе и вот эта статистика появляется а не в а не устанавливая шпионское программное обеспечение хотя steam я думаю это может сделать и как раз для него вот для такой платформы это было бы ну неплохим решением вот если бы меня спросил steam можно я установлю у вас программное обеспечение которое будет собирать информацию вашей игровой платформы я бы скорее всего согласился потому что эта информация им действительно позволит создавать лучший продукт зачем это нужно тукей реально непонятно и это по моему мнению просто наглость вот еще один пример полезности собирания статистики в стиме вот это подсчет ачивок для пятой цивилизации к сожалению для шестой такого нету потому что там ачивки не зависит от там количество кого и чего вы построили а вот в пятой циве и то есть я могу посмотреть реально вот мембер защита только всего лишь 25 побед в пятой циве но сами понимаете что в сетевой игре не всегда прям до победы идет игра интересно увидеть что больше всего юнитов построено стреляющих то есть больше всего я строил арбалетов и лучников метка луков тут не видно просто потому что они появились намного позже они по моему ну вот кросс боумены да их меньше 4278 просто потому что они появились позже то ли в дополнение то есть то ли в патче их изначально в пятой циве не было так бы именно метка луков больше всего было бы построено сразу видно что пятая цива это игра про стреляющие юниты в шестой например это не так совершенно там стреляющие юниты тоже нужны но не но не так как в пятой намного меньше построено рыцарей намного меньше построено воинов зато интересно что поселенцев и рабочих практически одинаковое количество видите интересно сколько скаутов до построено ну ну еще и про фрегаты в некотором смысле очень много строено парашютистов сколько раз другие цивилизации строили чудо раньше вас общее число найденных чудес света сколько получил денег с геликорнаса и сколько получил денег потребовав дань из городов государств убил всего лишь один юнит используя хвачху то есть вот это интересно и когда ты много играешь в эту игру и после получить вот такую статистику это действительно классная штука но нет зачем это делать тукей зачем вот такое создавать чтобы сообществу было интересно они будут собирать о вас информацию о вашем телефоне о вашем почтовом адресе ваше местоположение чтобы это тупо продать я просто пытаюсь слова подбирать но по моему это реально твари за наши же деньги у меня просто нет слов у нас как бы в наших странах вообще особо к персональной информации нету пиететом у нас так на это смотрят постольку поскольку типа ну собирает куда ну это знаете отголоски еще советского прошлого когда персональная жизнь человека мало кого волновала но в данном случае это просто какой-то бред на постном масле понимаете мне даже интересно кто мне в комментариях напишет что это типа нормально да все окей ребята поступают правильно это никакой даже пользы пользователям не приносит я просто еще раз повторюсь с тем же фейсбуком да и вконтакте уверен такую же инфу собирает с вас это первых наш выбор первое до чтобы пользоваться этой социальной сетью что мы без без вконтакте и без фейсбука прожить вообще без проблем по моему это не не необходимость к если вы можете сказать что и без игр можно прожить но если вы поклонник вот этой игры конкретной и вас вот так подставляют то начинаются вопросы так вот во вторых это бесплатный продукт а здесь вы заплатили кучу денег и вас еще таким типа лохом считают с которого можно собирать персональную информацию ну и в третьих как это было все проверкнуто втихаря таким шпионским модулем размещенным у нас на компьютере это все очень некрасиво поэтому мое дело вас предупредить одно из решений я вам подсказал какие еще есть варианты опять же пишите в комментариях как вы к этому всему относитесь ссылки на статьи на реддите я надеюсь оставлю в описании к этому видео давайте вообще поговорим как издатели игр начинают садиться нам на голову жду ваших мнений спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока